Друзья, привет! Если вы сейчас опять меня видите, значит вы снова посетили канал Алкопроба. Если помните, совсем недавно я представлял вам свои впечатления от армянского коньяка Арарат Ахтамар, 10-летнего. Ну и захотелось мне после этого продолжить знакомство с армянскими коньяками. Сам Арарат бренд раскрученный и всем известный, но я недавно на полочках увидел линейку коньяков Айк и с удивлением узнал, что это тоже продукция ереванского коньячного зарода. Естественно, приобрел себе бутылочку на пробу и начал свое знакомство с семейством Айк с его пятилетней версией. Давайте же посмотрим в подробностях, что представляет собой бутылочка пятилетнего Айка. Вот такая стандартная емкость, этикетка довольно неброская, но уже с логотипом завода Арарат. Полиграфия четкая, без всяких пузырей, наклеена ровно. Вот информация о напитке представлена довольно подробно. Сверху горлышко, вот вы видите, заклеено простым целлулоидом. Давайте мы его снимем. Подовздевается все довольно легко. Вот так вот. Снимается. Сразу видно, что пробочка простая, небрендированная. Верх пластиковый. И там внутри деревянная пробка. Открываем. Сидит она, кстати, не очень плотно. Вынимается легко. А аромат сейчас пошел. Ага, просто волшебный. Легкий, фруктовый. Вот непосредственно от пробки. Очень вкусно пробочка пахнет. Тонко, не спиртуозно. А из бутылки, непосредственно из горлышка, мощный такой тяжелый фруктовый аромат сразу. Ну все, разливаем по бокалам. Как вы видите, я уже познакомился с ним вплотную. Кое-какое мнение уже о нем составил себе. И вот сейчас хочу лишний раз его подтвердить или опровергнуть. Вот капелька осталась. Если ее растереть, запах очень приятный, фруктово-медовый. Следов спирта-рептификата на ладонях не остается. Коньяк уже довольно давно дышит в открытой бутылочке. Поэтому, в принципе, можно сразу переходить к аромату и ко вкусу. Ну а предварительно хочу сказать, что линейка Айк у Ереванского коньячного завода Это как бы удешевленный сегмент. И самое, что интересное, несмотря на то, что бренд уже довольно известен на территории России, но на сайте Ереванского коньячного завода он не представлен, к моему удивлению. Хотя у меня кое-какие соображения на этот счет появились. Ну и немного общедоступной, скажем так, информации. Сам бренд Айк появился в 2001 году. То есть, он достаточно молод. Название свое «Каньяк Айк» получил в честь легендарного прародителя армянского народа. Сам напиток готовится из автохтонных местных армянских сортов винограда. Это три сорта. Воскерат, мсхали и гарандмак. Спирты у пятилетнего Айка, естественно, не моложе пяти лет выдержки. Но и в сети есть такая информация о том, что порядка 15% всего объема этих спиртов составляют дистилляты с выдержкой около 28 лет. Они-то в основном и задают тон этому напитку. Но давайте перейдем непосредственно к опробованию. Цвет, в общем-то, ничем не выдающийся. Типично коньячный. Тело тоже не густое. Тело совершенно типичное для молодых, не очень выдержанных коньячных спиртов. Ножки появляются сразу, стекают довольно быстро. Но вот аромат. Аромат очень приятный. Он может быть не слишком сложный и многогранный. Но такой насыщенно-фруктовый. Мне кажется, именно свежие фрукты играют здесь главную роль. Ну и кроме вот этой фруктовости, есть еще немного дерева. Такого интересного ванили совсем не ощущаю. Приятная фруктовость и дерево. Но еще можно добавить фруктовой засахаренности. Собственно, на этом все. Очень приятный запах. Давайте как раз попробуем и на вкус. Немножечко спиртуозом на первый глоточек. Но очень легко заходит, тем не менее. Приятная такая горчиночка. Чуть подсушивает. И в то же время сладковатость такая остается. То есть чуть обжег. Немножечко горчинки. И все это на финише заканчивается такой фруктово-виноградной сладостью. Очень приятно, легко пьется. Давайте следующий глоточек. Кстати, вот второй глоток я ощутил, что тело его все-таки нежиденькое. Плотность существует. Ну, опять же, горчиночка. Горчиночка все начинается такой. Спиртовая составляющая уже на втором глотке практически не ощущается. Все легко, ровно, приятно. Фруктовость, древесность, изюм. Ну и финиш такой достаточно длинный. То есть приятно ощущаются какие-то коньячные, такие ореховые, наверное, тона на послевкусие. И чуть сладковатости во рту. Все ровно и приятно. Ну и короткое такое резюме по этому напитку. За те небольшие деньги, что он продается в наших магазинах. Пятилетний, ну чуть выше 500 рублей. Его можно обязательно брать. И он приятен в употреблении. Легок, ненавязчив. То есть совершенно достойный образец. Если вы не хотите тратить какие-то баснословные деньги, он всегда выручит вас. Поэтому я его могу в знакомство рекомендовать с полной уверенностью. Ну и какую оценку ему поставлю по своей шкале. Назвать его застольным и гаражно-шашничным таким вариантом. У меня язык не поворачивается. Это уже, наверное, другая ступень. Ну, а хвастаться им в своем баре тоже как-то не пристало. Но тот ценовой сегмент, оформление, ну и вообще уровень есть у армянских коньяков гораздо выше. Здесь что-то между 3,5 и 4 баллами. Тройка это гаражно-шашлычный застольный вариант. А четверка это тот напиток, который уже хочется поставить в бар. Но здесь до четверки не дотягивают. Что-то между 3,5 и 4 баллами. То есть брать можно смело для себя. Если жалко денег на какой-то более дорогой напиток. А так вполне приятен в употреблении. Очень легкий, ненавязчивый. Не такой, конечно, богатый, как Ахтамар и выше, или вокруг Ахтамара. Но тем не менее, вполне имеет право на существование и подарит вам с ним наедине немало приятных минут. Да, самое главное забыл высказаться насчет отсутствия линейки Айк на сайте Ереванского коньячного завода. У меня сложилось такое впечатление, что попросту эта линейка не может носить название армянского коньяка. Как известно, армянским коньяком может называться только напиток, который изготовлен из местных автохтомных сортов винограда. И который дистиллирован и выдержан на территории Республики Армения. И который выдерживается только, исключительно в бочках из карабахского черного дуба или кавказского дуба. Есть у меня подозрение, что при производстве Айка используются не только дубовые бочки или не столько дубовые бочки, сколько, как говорится, происходит выдержка в контакте с древесиной дуба. А это означает, что процесс может быть ускорен и технологии не соблюдены. Нарушается технический регламент Республики Армения по производству армянского коньяка. Но тем не менее, на вкус это не влияет и Айк остается для меня очень приятным напитком за свою минимальную цену. Все, если понравилось видео, ставьте под ним лайки. Всего доброго, пока!